Привет всем! Сегодня в программе новости науки с Ролиной Киряевой принудительные обнимашки, восстановители речи после инсульта и космические приключения. Подробности далее. Итак, в мире. Исследования, проведенные в Университете Британской Колумбии, показали, что собаки испытывают сильнейший стресс при таком тесном физическом контакте, как объятие. Для людей объятие – это проявление теплоты и нежности. Они могут положительно влиять на психологическое состояние и даже на иммунитет. Но для животного это ограничение свободы, которое может быть воспринято с тревогой и враждебностью. Для того, чтобы показать собаке свою любовь, специалисты рекомендуют просто погладить животное по голове или почесать ему живот. Это доставит животному неподдельное удовольствие. А в России аппарат, помогающий восстанавливать речь пациентам с тяжелыми заболеваниями, в том числе и перенесшим инсульт, разработали в Рязанском государственном медицинском университете имени Павлова. Инновационная разработка представляет собой небную пластинку, в центре которой закреплена петля из провойки с надетой на нее подвижной бусиной. Длина петли зависит от степени нарушения движения языка. Элемент устанавливается на проблемных участках. Использование приспособления несколько минут в день помогает тренировать язык и постепенно восстанавливать речь. Аналогов подобному устройству нет нигде в мире. И напоследок в Татарстане. Совершить путешествие в далекое прошлое вселенной и заглянуть в ее будущее предстоит ученым Казанского федерального университета под руководством одного из создателей теории космической инфляции. Академик РАН Алексея Старобинского. Проект «Эволюция Вселенной в современных моделях Нейнштейновской гравитации» посвящен решению фундаментальных проблем космологии. Он нацелен на построение и отбор новых реалистичных космологических и астрофизических моделей в различных модифицированных теориях гравитации в целью получения хорошего соответствия теоретических результатов современным наблюдательным данным. А на этом все.